Друзья, привет! Мы находимся на заводе компании Hyundai в Санкт-Петербурге и главная официальная наша причина появления здесь это выпуск двухмиллионного автомобиля Hyundai здесь, под Питером. Но на мой взгляд все, что вам нужно знать об этой цифре, это то, что если выстроить все эти автомобили в одну очередь, то получится цепочка длиной порядка 10 тысяч километров, примерно от Парижа до Владивостока. Но нам гораздо интереснее другое. По стечению обстоятельств именно этим автомобилем оказался новый рестайлинговый Hyundai Solaris. И мы сейчас пойдем с ним познакомимся поближе. Мы переместились на улицу, немножко идет дождь, но я думаю он нам не помешает посмотреть автомобиль дальше. Скажу сразу, это именно рестайлинг. Под капотом ничего не изменилось, здесь прежние моторы либо 1.6, либо 1.4 и две коробки передач на выбор. Либо механика, либо автомат. Закрываем. С улицы нас прогнал суровый питерский дождь. Мы переместились снова в цех. Продолжаем. О том, что под капотом ничего не изменилось, я уже сказал. Поэтому самое главное это изменение в дизайне. Если раньше Solaris был весь такой округлый, то теперь он заострился. Пары наехали на решетку радиатора. Сама она обходится без хрома, даже в самых богатых версиях. Точнее, хром есть, но он черный. Не будет вот этого большого количества серебра. Самый главный дизайн стал более динамичный. Изменились фары. В базовых версиях они вот такие вот галогенные. Посмотрите, на двухмиллионной машине были как раз топовые фары с диодами. Сзади изменения тоже не слишком заметны. Фонари не изменили своей формы, изменили только наполнение. Ну и другим стал задний бампер вот с такими вот псевдорешеточками. В багажник мы заглянем на всякий случай, потому что здесь опять же ничего не изменилось. Здесь достаточно узкий проем, скромные размеры сам багажник, массивные петли. В принципе, игра в тетрр с чемоданами продолжится. Зато есть удобная ручка, в которой можно его захлопнуть. Пойдемте посмотрим салон. Сиденье здесь прежней формы, не вполне для меня удобной. Подушка все-таки мне коротковата. Но, если раньше я жаловался на то, что у сиденья нет поясничной поддержки, регулируемой, то теперь она есть и не абы какая, а с электроприводом. Причем ее обещают даже в базовых версиях. Идем дальше. В принципе, в салоне изменений немного. Причем владельцы базовых версий их не заметят вовсе, потому что здесь изменений практически не будет. Здесь будет старая центральная консоль. Но к качеству сборки у меня претензий, в общем-то, нет. Все осталось на прежнем уровне. Руль достаточно удобный. Приборную панель, по счастью, оставили аналоговой. Они поменяли на не очень понятную цифру, как в китайском родственнике верно. Более того, центральный дисплей стал гораздо лучше между приборами. Он теперь цветной. Никуда, по счастью, не делся удобнейший лоточек под центральной консолью. Бардачок остался прежним. И в этом случае, к сожалению, потому что это пустой пластиковый лоток, без подсветки, без всего. Ну да ладно. Самое главное изменение, вот они. Не в том, что изменились центральные дефлекторы. Они, кстати, стали другой формой, но по-прежнему перекрываются только за счет поворота шторок. И это не совсем хорошо. Они по-прежнему будут закрываться достаточно проблемно. Главное изменение, вот. В топовых версиях дисплей теперь не 7 дюймов, а 8. И мало того, что он вырос в размерах, он стал отображать больше информации. Помимо совмещения, как и прежде, с устройствами на платформах Apple и Android, теперь сюда поселили Алису. То есть у нас здесь есть Яндекс.Навигация. И это, я считаю, большой плюс. У меня, к сожалению, нет ключей от этого автомобиля, так что придется вам проверить мне на слово. Теперь появилась функция дистанционного запуска с расстояния около 80 метров, которая позволяет включать и климатику, то есть можно зимой садиться в прогретый салон. А также появилась функция автоматического складывания зеркал при закрывании автомобиля, что тоже не лишним в наших тесных дворах. Переместимся назад. Честно говоря, этот ракурс в Солярисе для меня более привычный, потому что я постоянный пользователь такси. И знаю, этот автомобиль с заднего ряда гораздо лучше, чем с переднего. Подлокотник, к сожалению, здесь так и не появился. Диванчик по-прежнему жестковат. Для меня его форма, опять же, не очень удобна, потому как с моим ростом я упираюсь головой в крышу, и чтобы этого не делать, я вынужден сползать немножко вперед. Но, если раньше мне сильно досаждал гул колесных арок, то теперь его, возможно, будет меньше, потому как и передние, и задние подкрылки обещают делать больше не из пластика, причем на всех версиях, а ворсованными. Насколько это действительно изменит шумовую картину в автомобиле, мы сейчас, к сожалению, не узнаем, но мы обязательно это протестируем, а также посмотрим, изменились ли настройки коробки передач. Ибо к софту на дорестайлингах версиях у меня были вопросы. Реакция коробки на нажатие педали газа была предсказуема не больше, чем у ежика на кактус. Изменилось это или нет, узнаем чуть позже. Ну, а теперь о самом интересном, о ценах. Вот новая цена на H&M The Solaris. Это, конечно, шутка. Новых цен пока еще не выложили, но я не думаю, что они сильно уползут вверх. А значит, Solaris будут покупать по-прежнему. И звезде парковок спальных микрорайонов ничего не угрожает.